всем привет с вами фановка сегодня я подготовил для вас небольшое такое коротенькое но забавное видео и касается но последнего обновления для mount blade fireman за версии 1 172 если кто заметила я думаю что обладатели steam точно заметили но обладатели новости версии может быть и проглядели но на сайте тоже есть новость об этом очень вышло обновление вышел патч для игры который добавляет текстуры высокого разрешения и соответственно найти текстуры высокого разрешения решил взглянуть причем ну не просто взглянуть естественно просто для глядеть до них бессмысленно а посмотреть в то есть взять некоторые срезы игры и посмотреть, есть ли видимые изменения или же нет. Этим мы сегодня займемся, поэтому видео будет короткое, поэтому видео будет состоять всего лишь из скриншотов. Вот как раз вы наблюдаете сейчас экран программки, где мне открыты эти скриншоты. Я хотел на самом деле запустить в полноэкранном режиме, но почему-то моя программка для записи в полноэкранном отказывается снимать все это дело, поэтому будем так немножечко коряво все это дело смотреть сегодня, но я думаю, что это будет не настолько критично. Соответственно, немножечко предыстория, так, базовая. Разработчики некоторое время назад, ну как некоторое время, достаточно давно, выпустили версию для приставок нового поколения для PlayStation и Xbox. И эта версия для приставок, она обладала рядом изменений, в том числе и изменения касались и текстур. То есть там были текстуры более качественные, чтобы видимость хоть как-то их внимание к этой игре привлечь. И, соответственно, эти текстуры долгое время разработчики обещали нам перенести в PC-версию, и вот, наконец, это случилось. Причем мы обещали, они еще в конце прошлого года, а перенесли только сейчас. То есть тоже вопрос, почему они так долго этим занимались, кто этим занимался, почему вообще так много времени затратилось. И главный вопрос, где мой лорд? Ну это, как бы, конечно, уже чисто из серии Стёба. Ну, а мы давайте все-таки быстренько прибежимся, потому что времени у меня не так уж и много, а видео все-таки хочется это записать. И, соответственно, начнем мы с экрана настроек, просто чтобы вам показать, при каких настройках все это снималось. То есть у меня, соответственно, стоит максимальное качество текстур, тени у меня на минимуме, но это никак вообще не влияет на текстуру, то есть тени в данном случае отдельно, текстура отдельно. Ну и, соответственно, все остальное, в принципе, вы можете у себя наблюдать. В принципе, настройки у меня такие, оптимизированные, я их не стал менять в связи с этим. И, соответственно, в общем-то, главное, еще раз говорю, это то, что настройки текстур на максимуме. То есть чтобы никаких не было у нас тут, скажем так, расхождений. Ну и, соответственно, если вы можете видеть, а вы можете видеть наверняка, я вам сейчас показываю разницу между экраном настроек в версии 1.153, то есть версия у нас эталонная, версия эта у меня используется для запуска многих модов, и я решил взять ее в качестве сравнения. Ну и, соответственно, версия 172, где вы тоже можете видеть настройки. Видите, кстати, игра, что экран настроек здесь немножечко поменялся. Особенно это заметно по полосе прокрутки. Она, видите, очень сильно поменялась, она стала более детализированной. Ну и немножечко ее, в принципе, перерисовали. Ну и задник там перерисовали. Вот с этого начинается изменение. Ну и плюс вы видите некоторые другие элементы. Ползунки поменялись, кнопочки немножко и так далее. Но не все, кстати, элементы. Ну и идем дальше. Самое главное, самое сразу бросающееся изменение, которое может увидеть каждый, кто запустит игру, это экран загрузки. Вот так выглядит экран загрузки в старой версии 1.153. В общем-то, привычный для многих. А вот так он выглядит с 172. Вот это, пожалуй, самое яркое, самое видимое изменение данного патча, забегая вперед скажу, потому что вот тут сразу невооруженную глаза видно, что действительно перерисовали. Плюс этот самый задник они нарисовали в нормальном виде. Если раньше этот задник, по сути, растягивался для широкоформатных мониторов, то сейчас он изначально присутствует в нормальном виде. И поэтому, конечно, вот это сразу прям так невооруженным глазом видно изменение. Более качественная картинка в более высоком разрешении. Все-таки в этом духе. Это классно. Если бы вся игра вот так изменялась бы, это было бы замечательно. Но опять же, забегая вперед, скажу нет. Идем дальше. Стартовое меню. Стартовое меню изменяется лишь тем, что меняются цифры версии. То есть вообще никаких изменений нет. Здесь они ничего не перерисовывают. В принципе, эта картинка, насколько я знаю, она, в принципе, уже изначально измененная. И, соответственно, здесь нам какие-то связанные моменты искать нет смысла. Поэтому просто поглядели, идем дальше. Экран создания персонажа. Вот так он меняется. Соответственно, опять же, поменяли задник. Стал он более качественным. По-красивее я бы сказал так даже, что, в принципе, других изменений здесь не видно. Просто, что вот так красивее стали менюшки. Соответственно, экран выбора флага. Тоже задник поменялся, но он тоже самый касательно флага. Как видите, флаги остались абсолютно теми же. То есть вообще они не видны каких-то изменений. Если они вообще были, то есть как они были такими немножко корявыми, так и остались. В этом плане тоже ничего я вам не покажу нового. Экран персонажа. Тут, пожалуй, самое красивое изменение, на мой взгляд, интерфейса. Это вы можете наблюдать. 153 такой. 172 поменяли задник. Стал он покрасивее, почетче. Такой достаточно интересный. Хотя, конечно, у старого тоже некоторые свои интересные особенности были. Но тут так забавно получилось достаточно, на мой взгляд. Интересно выглядит. Плюс они картинкой поменяли, доработали. В общем, в этом плане, конечно, очень красиво все получилось. Здесь, конечно, разработчики постарались. Дальше. Экран создания лица нашего персонажа. Сам интерфейс поменялся. Вот вы видите разницу. 153. Все мыльно, рыльно и так далее. 172 становится уже более четко. Элементы немножко перерисовали. В общем, тут, конечно, все неплохо выглядит. Но сам персонаж. Обратите внимание на лицо своего персонажа. Я постарался сделать так, чтобы лицо было в одном и том же ракурсе практически. Правда, броня отличается, но это, я думаю, что не критично. Обратите внимание, разницы вообще никакой. То есть лицо осталось абсолютно таким же. Хотя, по идее, лица меняли. Лица увеличивали разрешение. По идее, это как-то должно сказываться. Но похоже, что нет. Либо это особенности движка, либо, может быть, что-то пута. Может быть, лица все-таки остались такими же и не меняли. Но вот, тем не менее, факт остается фактом. И задняя, кстати говоря, вот там то, что дерево и какое-то подобие травки у нас растет. Тоже все такие же остались. И здесь никаких изменений нет. Вот, чтобы вы понимали, я вам еще несколько лиц снял. Вот такое лицо, допустим, тоже никаких изменений. Вот туда-сюда мотаю. И ниже никаких изменений вообще. Вот тоже тут же, опять же, лицо абсолютно такое же. Это из разных версий. То есть вы можете видеть по изменению интерфейса, что это разные версии игры. То есть разные, а лица абсолютно такие же. Вот, тут-то единственное, что могу сказать, что персонаж немножко нам пытается подмигивать, когда туда-сюда мотаешь. Но идем дальше. А после того, как мы начинаем игру, у нас бросает стартовая небольшую сценку. И, соответственно, на этой сценке мы тоже можем посмотреть разницу по архитектуре и понять, что ее тоже нет. Ну, немножко картинка есть, конечно, скачет у меня. Но, по сути, можно видеть, что, допустим, лестница как была мыльная совершенно, так и осталась слева. Почки такие же мыльные. Потому что, в принципе, конечно, может быть, нужно тут приглядываться в еще большем приближении к какому-то картинке. Но я думаю, что, по идее, если они увеличили заметное разрешение текстур, то должно это быть сразу видно. Но нет, мыло осталось. Ну, тут так чисто позабавиться. Кстати, забавный баг я ставил с волосами, торчащими перед нашим лицом. Как будто это какое-то эмо наш персонаж. Ну, и, соответственно, поменяли экран диалога. Стало, опять же, почетче, покрасивей. Текстуры сразу бросаются в глаза. Более текстурными стали, как такое выражение. Более текстурные текстуры. Ну, а, по сути, допустим, наш оппонент, как видите, как был у нем одежда совершенно мыльная, с каким-то непонятно нарисованным кулончиком, так и осталось. Экран нашего отряда. Опять же, поменяли интерфейс. Тут не так сильно поменяли, но некоторые изменения видны. Тоже видно, что стало почетче. Текстур дерева там поменяли и так далее. Соответственно, в общем-то, тут больше смотреть не на что. Дальше экран. Прямо не идеально получилось. Тут без двигателей, без всяких. Только персонаж торговец сменяется. И все. Здесь мы видим, что вообще никаких изменений данной сцены нет. То есть, как было, так и осталось. Может быть, только чуть-чуть. Где-то темнее, светлее становится. Но это совсем мелкие изменения. Дальше экран. Глобальные карты. Здесь мы видим пляшущие деревья. То есть, поменяли в одном из патчем немножко карту, я так понимаю. Получилось, что деревья немножко по-разному находятся. При той же картинке видно, что деревья так пляшут. Вот при этом уж сам город не поменялся. Счезли небольшие артефакты какие-то. Появился у дальней горы. В верхней части экрана посмотрите. Вот сюда. Здесь, видите, появилась у горы тень такая интересная. Я не знаю, опять же, изменения этого патча или нет. Но вот все изменения в глобальной карте заключаются здесь. Ну и плюс на дальнем плане еще можете видеть, что немножко поменялась текстура берега в долине. Ну и горы немножко. Но это можно еще списать на освещение, ко всему прочему. Дальше сцена. Замка Суна. Здесь, опять же, немножко пляшет освещение. Но в целом абсолютно все такое же. То есть, может быть, чуть-чуть изменяются текстурки, если так начинать вглядываться. Но в целом все то же самое. Опять же, нужно еще говорить про освещение. То есть, освещение в этой игре очень важный элемент, касающийся именно того, что меняется картинка. Дальше город. Город мы смотрим. Соответственно, здесь у нас, опять же, архитектура осталась такой же. То есть, земля такая же абсолютно. Стены абсолютно такие же. Ну, персонажи здесь мыльные. Как были, так остались тоже. То есть, в этом плане разницы я вообще никакой не вижу. В таверне, опять же, разница заключается в том, что, видите, в 53 немножко отличается тень. Точнее, в 72, скорее, отличается тень. Она тут, даже это, скорее, не тень, это текстура. Эта тень на текстуре, если можно так выразиться. Поэтому они отличаются. Тут как раз видно, что немножко подтянули текстуру. Она стала более высокого разрешения. Соответственно, убралась такая некрасивая кайма. Она стала более детальной. Но это, знаете, такое совершенно маленькое изменение. Дальше экипировка. Экраны экипировки поменяли. Особенно это видно на петлицах. Таких интересно сделанных. Они, соответственно, поменялись. Ну, и, опять же, текстуры дерева поменялись. Поменялись и иконки. Кстати говоря, вот видно по иконкам экипировки, что текстуру действительно подогнали под монитор высокого разрешения. Потому что, видите, они стали не такими растянутыми. Стали более компактными именно в ширину. Это означает, что текстурку перерисовали под монитор высокого разрешения. Ну, и, в общем-то, это все. Потому что вы можете видеть, что сами модельки, они совершенно не поменялись. А что немножко у лошади там поменялась моделька. Лошади, смотрите, еще посмотрим отдельно. В общем-то, и все. Опять же, в другом экране вы также можете видеть совершенно такие же иконки товаров. То есть, они не поменялись. Сам экран, да, красивее стал. А вот иконки нет. Дальше вот мы сверяем броню. Пытаемся заметить разницу. Соответственно, наш персонаж немножко пляшет в версиях. Но при этом изменения в броне я никакой не вижу. То есть, в принципе, вот этот, как его назвать-то, ну, кожанка, будем называть ее так. Она, в принципе, сама по себе достаточно качественно нарисована. То есть, в принципе, конечно, по ней она не совсем талонная. Но, тем не менее, на нее тоже посмотреть, может быть, по идее, может быть, ее тоже перерисовывали. Хотя не факт. Или вот такой элемент брони. Здесь точно 100% нужно было перерисовывать, качественно не делать. Но нет, она осталась такой же, замыленная. То есть, если вы посмотрите на рукава, это просто боли страдания. Совершенно невнятные текстуры, как были, так остались. Здесь вообще никаких изменений в этом плане нет. Как нет здесь и здесь, вот на такой элемент брони, но он хотя бы более-менее нормально нарисован. То есть, это не из старых текстур, а текстурка рисовала заново. Но, опять же, никаких я изменений не вижу. Особенно, допустим, смотреть по... Ну, не юбка, это, конечно, ну, как это назвать, по долу, нижняя часть. То, допустим, по идее, вот здесь бы должно было быть изменения, сразу видно быть. Или, допустим, на рукавах, опять же, кольчужных, но их не видно. Или вот на таком элементе тоже брони, тоже, опять же, никаких изменений я не замечаю, если честно. То есть, персонаж, опять же, нашевеляет, но разницы я никакой не вижу. Ну, и, соответственно, так, последний для сравнения элемент, опять же, брони, тоже, опять же, никаких изменений нет. И, кстати говоря, смотреть на фон зданий, опять же, их нет. Кстати, по зданию мы, опять же, еще отдельно поговорим. Лошадь. Вот лошадь изменений есть. Несмотря на то, что хвост остался все таким же корявым, поменяли, как, я даже не знаю, назвать ремень кожаный, тень даже под ним, под этим ремнем. То есть, она стала более такая качественная, опять же, хотя, на самом деле, не сильно видно, потому что, в принципе, все равно текстура осталась корявой. То есть, вот этот момент поменяли, а в основном текстура все такая же корявая, в основном лошади все те же корявые получились. Щиты. Щиты тоже никак не поменяли, хотя щиты, это очень тоже, опять же, показатель, на самом деле, на мой взгляд, элемент. То есть, щит остался такой же совершенно, вообще без каких-то либо изменений видимых. Вот это тоже щит, который совершенно старенький, со старым размазанным флагом, как раз взятым, то есть, натянута текстура флага нашего на этот щит. И, опять же, видно, что он остался таким же размазанным, то есть, флаги не подтягивали. Здесь же, опять же, тоже старая модель щита совершенно, тоже никаких изменений видимых нет, то есть, щит остался таким же кривым. Дальше смотрим на, собственно, архитектуру. Архитектура немножко поменялась, если вы можете так заметить изменения. Надеюсь, YouTube это не будет настолько сильно уродовать, потому что YouTube, я знаю, немножечко любит по-своему оптимизировать, тем самым изменения, возможно, будут не видны вам по сравнению со мной, но они есть на самом деле. То есть, есть здесь небольшие изменения в плане плясцания текстур. Хочу скажу вам честно, что, на мой взгляд, можно даже с 53 принять за более детализированную, если не приглядываться, то есть, она как немножко больше тут деталей, хотя, на самом деле, все-таки видно, что изменили вот эту текстурку. То есть, это, пожалуй, единственная текстурка, которая видна, опять же, в зданиях, то есть, допустим, в следующем здании, в нордском городе Саргот, по-моему, или что-то такое, здесь, допустим, из изменений всех видно только то, что, опять же, тень на текстуре поменяли, за счет этого она немножко изменилась, хотя при этом она стала тут более насыщенной, в отличие, допустим, от 53, она тут более густая, даже, на самом деле, на мой взгляд, стала хуже. Внутри города, опять же, ничего не поменялось, только на заднем фоне, вот эта самая вышка, тень на вышке меняется, а так, в целом, все абсолютно такое же, то есть, наш город этот совсем не изменился. Здесь, допустим, в следующем городе, это у меня какой-то, еще один, южный городочек, я даже не помню уже какой, здесь меняется освещение, но сама текстура, по сути, не меняется, она стала такой же. Вот, допустим, в городе, вы можете посмотреть, опять же, меняется освещение, но при этом основные текстуры остаются такими же. То есть, если вы подглядываетесь в изменения, можете даже, не знаю, нажать паузу, то есть, это абсолютно такая же текстура. Вот такие текстуры, собственно, у нас с Mount & Blade получились в новом патче. Честно говоря, не знаю, очень сомнительное обновление, на мой взгляд, то есть, вроде как, да, поменяли, действительно, не врут. У многих текстур высокое разрешение, но в игре этого незаметно, то есть, сказывается только на быстродействии игры все это дело, то есть, игрушка станет больше тормозить у тех, от кого она раньше не особо хорошо бегала, то есть, на слабых компьютерах компьютер станет все это дело медленнее работать, на быстрых никто ничего не заметит, то есть, изменения внешние, только в интерфейсе. Вот интерфейс, да, подменяли немножко, стал он красивее, приятнее, но и все, в общем-то. Внутри игры текстуры практически не поменялись, и это, конечно, очень важный момент, очень обидный, я бы даже так сказал, момент. И, на мой взгляд, честно говоря, очень сомнительный патч. Зачем его выпустили, непонятно, чисто так, порадовать фанатов, ну, не знаю, опять же, оптимизация поломалась, хотя, на самом деле, ну, в натив, в общем-то, особо никто не играет, то есть, играет, в основном, все-таки в модах, а в модах, там, зачастую, все эти текстуры собственные, ну, по крайней мере, много текстур собственных. Ну, и, может быть, даже, если не собственно, а берутся из нативы текстур, то, допустим, в модах, где и так все тяжеловесно, станет еще хуже, еще тяжеловеснее, потому что и так были собственные ресурсы тяжелые, а сейчас еще и станут нативные тяжелее, и, кстати говоря, разработчики даже в новостях говорят, что, мол, если у вас какие-то проблемы, уменьшайте качество текстур. В общем, как так получилось, посмотрели мы на это обновление, ну, а с вами был Иван Ох, спасибо за просмотры видео, не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, и всем удачи!